960 миллионов рублей. Такова задолженность химчан перед коммунальщиками. А ведь именно эти деньги должны пойти на текущий ремонт многоквартирных домов. С вопроса, как заставить жителей заплатить долги, началось еженедельное общегородское собрание. В рамках законодательства через суд выселять, кто не платит более 6 месяцев, по закону, если не ошибаюсь, больше 6 месяцев считается уже злостный неплательщик. Ну, то есть, определите серьезную сумму из всего этого числа неплательщиков. Ну, чтобы это не были инвалиды, чтобы это не были семьи с детьми, ветераны. Ну, то есть, вот просто те, кто, извините, так вот, просто не платят и все. Не хочу, не буду. Также на планерке подсчитали ущерб, который нанес округу ураган. После шквального ветра и ливня в ночь с 13 на 14 июля в округе пострадало порядка 600 деревьев и более 100 машин. На помощь жителям оперативно вышли все службы округа. Химдор, комбинат по благоустройству и озеленению, ДЭС, полицейские, спасатели и сотрудники администрации. Совместными усилиями чистота и порядок в округе восстановлены. Еще одной темой для обсуждения стал снос незаконных нестационарных объектов. Комиссия по самострою постановила к следующему вторнику снести 4 таких объекта вдоль Ленинградского шоссе и 5 на территории аэропорта Шереметьево.